всем привет это домашний влог и мы вышли сегодня погулять по прогнозу было 18 градусов мы оделись тепло хорошо и алисе взяла другую шапку оказалось что очень сегодня тепло солнечно руслан теперь всю дорогу ворчит что ему жарко температуры у него сегодня слава богу нет так что в понедельник уже пойдет в школу мы идем в музей потому что ну как музей не музей мы идем на этот мы идем возле музея гулять и сегодня так хорошо никого нету можно снимать и никто не смотрит меня часто спрашивают довольны ли мы тем что мы переехали да вообще не жалею потому что здесь много зелени здесь много площадок здесь много вот таких вот мест куда можно выйти отдохнуть погулять развеется и главное что это все рядом с домом вот ты живешь как в своем маленьком таком мерке где все есть рядышком кстати эту дорогу до сих пор не открыли то есть как видите машин здесь нет не знаю когда они собираются сделать и почему до сих пор не сделали на самом деле я рада потому что можно вот так идти спокойно гулять и нет никакого шума машин смотрите какие у нас урны оригинальные это у нас осьминужек так поняла мы пришли на площадку вот такая площадка у нас находится возле музея но самом конце много разного река что хорошо здесь такой прорезиненный резиненное покрытие сейчас алисочка и вот смотри какой паучок паук да такой паук сейчас мы вылезем здесь поиграем мы сегодня пришли на другую площадку потому что на нашей площадке жарят шашлыки сегодня уже суббота и я вам покажу как алиса научилась подниматься по лестнице наши первые успехи ну-ка давай раз ножка два ножка ручки переставляй молодец так осторожно давай так молодец руки впереди должны быть алиса что ты хочешь не приземлилась ты давай вперед вторую ногу молодец теперь и сюда садись попой попой садись и как раз застряла молодец давай мы в гостях алиса сразу смотрит на чужие игрушки да мячик хорошо гостя смотрите мои подруги какие обои интересные под вагонку это на кухне у них такие обои них тоже все в одной гамме такой серовато нежно-бирюзовый моя подружка фанат мастерных игр с мужем и получается что смотрите сколько у них много и еще вот здесь явно скучно никогда не будет сколько у них магнитов вообще у них много магнитиков алисе интересно у нас же холодильник на балконе и магнитов тоже никаких нет она как приходит сюда к наташа она всегда магнитики сразу открываешь получается а как ты открыла напишем спасибо за кофе детей уложила поэтому буду сейчас отпаривать вещи для видео и немножечко с вами пообщаюсь в продолжении темы насчет ставрополь против махачкалы как раз это был вопрос в инстаграме у марашидова спрашивает карина привет какие плюсы и минусы вашего переезда из махачкалы в ставрополь я родилась махачкале если кто-то вдруг попал недавно на мой канал я родилась махачкале вообще махачкалу приехала еще мой прапрадедушка до прапрадедушка по моему саратовской губернии если я ничего не путаю вообще честно говоря я уже очень давно хочу бабушку записать на диктофон и и вот эти все рассказы потому что она часто нам рассказывала свою историю и дедушка нам рассказывал свою историю но все равно забывается какие-то моменты вот очень хочется эту историю сохранить пока бабушка с нами надеюсь что она еще много лет будет с нами я хочу на диктофон записать и сделать много много копий чтобы ничего не случилось и никак не потерялась эта запись потому что все-таки интересно знать свою историю так вот махачкалу приехал мой прапрадедушка он был фельдшер и он приехал с семьей и с тех пор вот наша семья проживает махачкале прапрадедушка прабабушка дедушка мама получается четыре поколения а я еще половина своей жизни тоже была махачкале пять поколений представляете прожила махачкале до 20 лет 22 года я вернулась туда с мужем и с рожденным новорожденным русланчиком связи с определенными обстоятельствами и мы прожили там 7 лет хотя бы планировали прожить два года но нет ничего более постоянного чем временное вы это знаете все на самом деле махачкала мне очень не подходит по климату я очень светлая и у меня на коже много родинок мне нельзя загорать и я поэтому никогда не появляюсь на ярком солнышке и меня постоянно палил вопрос на тему того почему ты такая белая ты же живешь на море просто вкушение что люди вообще не знают о том что есть люди которые просто не загорают к ним загорь не прилипают я практически всегда с три четверти рукавом ходила летом просто в самом городе очень мало зелени и не одно время там обильно вырубали деревья все застилали плиткой асфальтом очень много машин очень много машин поэтому в городе прям знаете душно несмотря на то что в городе есть море в общем первое чем выигрывает ставрополь у махачкалы этого зеленение здесь в ставрополе очень много зелени его даже алена приезжала она говорила о том что едешь и прямо вот за заборчиком лес у нас действительно в городе находится лес он занимает достаточно большую площадь не скажу какую но но зато в ставрополе есть другая проблема ставрополь находится на холме насколько я поняла и жизнь в этом городе не рекомендуют тем кто страдает вот этими перепадами давления да как гипертоники да по моему потому что разница между низкой самой точкой в городе и высокой достигает по моему 50 метров я это себе тоже сильно ощущаю если мы едем друзьям которые живут на противоположной части города у меня сразу раскалывается просто голова вот так вот виски и сразу цитрамон это мой верный помощник у нас всегда дома должен быть цитрамон например у моего мужа лёша у него голова в махачкале болела гораздо чаще здесь у него голова болит меньше а в москве вот когда он работает он говорит что у него практически голова вообще не болит второй очень важный недостаток для меня который я ощутила уже когда стала мамой это полное отсутствие детских площадок такое ощущение что администрация города вообще не думает о том где должны гулять детки у нас рядом был парк так вот во всем парке была только одна платная площадка это не такая которую вы видите здесь моих влогах какие-то там старенькие машинки были плюс батут надували летом а зимой там пару качели и вот эти вот машинки ну в прохладное время года поэтому у нас махачкале часто ездили в такие какие-то детские закрытые центры где какие-то карусельки небольшие кафешки и что еще мне очень сильно не нравилось это то что отсутствует на дорогах пандусы да люди строят какие-то магазины либо просто какие-то помещения свои то они либо вот так вот приподнимают то опускают но они не делают вообще вот этого спуска говорить мы когда ходили в детскую поликлинику она находилась как бы немножко в спуске там со всех сторон были лестницы и не было вот этого вот спуска для коляса бордюр трава деревья мне приходилось туда заезжать так вот скатывать коляску потому что мы по лестнице большую коляску я не могла поднять здесь мы по крайней мере в этом районе где я сейчас живу такой проблемы вообще нет потом мне очень нравилось в махачкале что махачкала достаточно компактный город с одного конца в другой можно легко доехать и знаете нет такого что нужно с пересадками ну может быть есть какие-то там небольшие исключения но в частности вот в любой конец города можно было сесть и уехать на одной маршрутке здесь же нам вот семьей и реально выгоднее ездить на такси потому что если посчитать что нам нужно сделать две иногда даже три пересадки чтобы куда-то добраться почему-то с общественным транспортом здесь вот такие вот проблемы и еще мне очень не нравится в ставрополе что здесь запихиваются маршрутки вот просто до отказа получается ты можешь сидеть а у тебя вот так вот перед глазами чья-то большая попа вот а если у тебя еще ребенок на руках то чья-то попа у ребенка перед лицом дома махачкале тоже есть огромный плюс это море как ни крути пожалуйста ходи отдыхай загорай да есть свои какие-то моменты но как мне говорили есть женские пляжи где мужчин не пускают даже если там твой сын в общем не пускают только женщин я там ни разу не была я вот помню что в детстве мы очень много ходили на море купались загорали я помню что все всегда были в купальниках не было людей которые бы купались в одежде когда появлялись люди в одежде все над ними немножко посмеивались типа сельские приехали сельские вот они в одежде купаются сейчас если вы пойдете на общественный пляж на городской пляж либо на другой общественный пляж нашем городе вы увидите что практически сейчас все купаются в одежде и наоборот единицу купаются в купальниках и в основном это приезжие коротко то я вообще не жалею что мы переехали мне здесь очень нравится мне нравится что у нас новые дома у нас новые красивые подъезды новые красивые лифты у нас все рядышком здесь у нас чисто зеленый город свежий воздух все в шаговой доступности куча разных площадок вы видели у нас тут рядом и ралли-дром и спортивные площадки различные детские площадки в общем для любого возраста можно найти в нашем доме открыли йогу открыли детский центр пожалуйста вот выходи и все тебе вот здесь никуда не нужно ехать с одной стороны дома мы смотрим на садик с другой стороны дома в комнате мы смотрим на школу что еще для счастья надо хотя я очень хотела бы жить в питере и моему мужу нравится питер знаете когда первый раз была в питере это было мне лет наверное восемь если не ошибаюсь я когда уезжала я почему-то плакала вот у меня было такое прям сожаление об этом городе не хотелось с ним расставаться хотя что я там была ребенок да но я знаю что многие мне напишут карина там ужасная погода в общем не советую тебе жить в питере да возможно мне бы стоило с лёжи там для эксперимента годик пожить и уже потом точно определиться хотим или не хотим но когда вот я там бываю я чувствую что это вот это мой город я очень хочу там жить честно говоря я бы хотела взять вот так вот наш район и перенести его полностью вот какой он есть этими площадками совсем совсем школой новой с садиками вот так вот взять и перенести его в питер вот это было просто идеально хочу вам еще один вопрос интересный зачитать и на этом все будет на сегодня катерина кощева надеюсь я правильно ударение поставила привет карин ты в знаке лесные веришь если да то какие вообще верю знаки это сто процентов есть такое ну я верю что бог нам посылает знаки звоночки они всегда бывают нас предупреждают о чем-то просто некоторые люди обращают на это внимание некоторые не обращают некоторые просто не хотят обращать на это внимание потому что иначе нужно что-то менять у нас есть такие люди в окружении которые просто там уже в колокол бьют говорят задумайся о своей жизни ну находит просто человек кучу других оправданий не хочет вот в упор видеть что ему вот звонят чтобы он одумался уже насчет снов я тоже верю потому что в самой библии есть такое понятие как вещи сон и кстати я за собой замечала что у меня очень хорошо развита интуиция я всегда чувствую когда меня хотят обмануть когда не искренне со мной и в принципе вот это чувство когда у меня были долгие отношения на протяжении трех лет с молодым человеком до моего мужа до серьезные отношения и когда у нас начался разлад то есть я начала ловить его на вранье я очень четко вот прочувствовала когда он не врет и в те моменты я стала молиться чтобы бог мне открывал глаза чтобы я не находилась долго в неведении если меня обманывают и вы знаете просто вот так вот так складывались обстоятельства что я узнавала правду насчет вещах снов у меня был случай года полтора может быть год назад я вот не помню уже алиса родилась или нет у меня есть подписчица я не знаю на сейчас смотрит меня или нет но одно время мы были с ней очень близки три года назад когда мы ездили в москву мы с ней познакомились со всей ее семьей с мужем с ее сынишкой провели там день и честно говоря мы с мужем были просто ими очарованы настолько они чудесные просто люди и я я была просто счастлива что с ними познакомилась потому что вот действительно в реальности таких людей сейчас в мире очень мало очень честно говоря мне очень хотелось вот держаться за это наше с ней общение но потом в какой-то момент мы прервали связь и я вообще они как-то не думала не вспоминала в эти дни и мне вдруг приснился сон что они развелись и что мы встретились и в общем они вроде бы как вместе но я чувствую какое-то напряжение что что то здесь не то и в итоге они нам говорят что они развелись в общем и у них такие вот отношения как бы не дружески друг другу и я проснулась таким каким-то неприятным чувством внутри я я не помню сразу я и написала или через несколько дней вообще я я не спросила как у них дела и рассказал что мне вот такой сон приснился она сказала что все отлично все замечательно и это к фух ну типа слава богу я прям выдохнула потому что они очень классные ребята и видно было что у них отношения прям вот искренне искренне друг другу а через время я узнаю указывается что да они развелись что как раз то время когда мне это приснилось у них уже это было такое разлад до сих пор не могу понять почему мне это приснилось кстати напишите в комментариях были ли у вас когда-то вещи сны или какие-то знаки которые вы увидели да и это вам помогло что-то предотвратить или что-то понять напишите будет интересно почитать но я наверное буду продолжать отпаривать открою сейчас окно вот увидимся в следующем влоге спасибо что были со мной пока пока